Сергей задает вопрос, не могу найти нигде объяснение, что такое вписывать предмет в пространство. Что это за собой, что это за особый технический прием, чем это вписывание отличается от правдивого письма. Если я изображаю действительность, то объект, который я изображаю, органически принадлежит ей, органически в нее вписан. И если я соблюдаю перспективу, то он и получится вписанным. А именно вписывание, что это такое, помимо перспективы, композиции, цвета, тона, не расскажете ли, что это такое, или подскажите, где об этом почитать. Я об этом тоже впервые слышу, Сергей, но если так поразмышлять, то мне ничего не приходит на ум, кроме того, что любой объект, который находится в этом мотиве, который мы закомпоновали, самостоятельным объектом не является. Я могу только вот от себя, как я опишу, как я чувствую говорить, что этот объект, любой абсолютно, это часть этого пространства. Мы пишем пространство. Это некая мозаика цвета. И объект, прежде всего, не объект. А я смотрю на пятна, которые я вижу в этой компоновке, в этом кадре. Чему принадлежит письмо? Второе дело. Потом. Форма. Потом. Сначала мне из пятен, из конфигурации пятен, которая меня привлекла, нужно составить композицию. Может быть, автор вот этого термина «вписывать объект в пространство» имел в виду это. Но то, о чем я говорю, мне достаточно для того, чтобы писать. Первостепенный взгляд в кадре на конфигурацию пятен. Вот достаточно. Потом в этих пятнах я нахожу точные очертания или неточные, в зависимости от стиля, от моего настроения в этот момент, объекта, которые, или объектов, которые там есть. Живопись формирует эти пятна. Это пятна пись такая. Они завораживают. Ну, представьте, тень может слиться, например, тень падающая с тенью собственной от объекта. Это уже одно может быть пятно. Форма этого объекта, который дает тень, потом. А пятно решает композицию. Мне кажется, это достаточный прием, чтобы хорошо писать. Профессор живописи Козин в Рижской академии делал такие замечания студентам, чтобы они не очень увлекались рисунком в живописи, а писали, что в живописи нужно не прорисовывать форму, а писать ее, то есть на отношениях этого мозга к фону. Врубель говорил, что в природе нет контура. Мы придумали его. В живописи же его нет, вот лицо мое. Какой здесь контур? Есть тон лица, есть тон стены. Или там этот тон к лицу и еще к чему-то. И отношение там светового пятна к теневому и к стене играет роль. Заложив его, попав точно в тон и цвет, получается живопись. Что еще больше нужно, я как-то не знаю. Если кто-то знает, друзья, помогите, что такое вписать предмет в пространство. По мне так пространство не отделено от объекта в живописи. И вы, на мой взгляд, Сергей, совершенно правы в том, что если соблюдаются все основы, тон, композиция, цвет, то этого достаточно. Давайте вместе поразмышляем. Может быть, кто-то знает ответ на этот вопрос. Арси Раша, вы называете себя импрессионистом, но, к сожалению, ваша манера письма далека от этой манеры. Неужели вам никто про это никогда не говорил? Все время говорят. В какой вы импрессионист? Все время. Каждый день. Арси Раша. А кто, по-вашему, импрессионист? Вот по мне тот, кто пишет впечатление. То есть он не слепо копирует то, что видит, а пишет свою интонацию, вносит свой восторг, свое впечатление, свое ощущение от того, что он видит. Ну как это? Давайте назовем еще как-нибудь меня. Ну помогите, назовите. Это даже интересно. Я уже раньше говорил, что это условное понятие. Я просто вынужден это слово импрессионист использовать, потому что не знаю, как обозвать тот стиль, которым пишу. Ближе к импрессионизму, потому что это впечатление, ощущение. Ничего более. Но если вы считаете, что это не соответствует живописи, которой я увлекаюсь, ну давайте вместе как-то это переживем. Мне кажется, импрессионизм в течение живое. Был толчок сто лет назад, и он развивается себе, живет, приобретает какие-то формы. Но пока есть человек, который ощущает, чувствует и впечатлен, он вполне себе может называться таким именем, на мой взгляд. Я не испытываю никаких угрызений совести, когда кто-то меня называет или не называет таким словом. Мне все равно. Мне важно сейчас вот пойти поработать. А как это называется? Ну давайте, Арси Раши, вы не будете меня называть импрессионистом. Любое слово придумайте. Ощутист, впечатлист. Главное, чтобы ист осталось. Ист. Ист и уже хочется. Ист и. Что мы тут разговариваем? Ирина Викторовна, расскажите, пожалуйста, о свете из вашего урока с виноградом. Освещение от ламп и теплое и холодное с двух сторон. Теплое лампы слева светило, а холодненькое справа, и еще свет из окна был. Очень просто. Если есть возможность, если есть такая возможность, используйте разные температуры лампочки, может быть, даже фильтры холодные и теплые для усиления. Но это если прям уж совсем сильно хочется усилить теплоту или холод. Но чтобы не переборщить, конечно. Мне кажется, лучше просто лампочки холодные и теплые этого может быть вполне достаточно. Либо слабый фильтр. Не сильный холодный, а такой слабоватенький. Чтобы просто была разница, чтобы вы почувствовали тепло-холод. На тонких связях. Живопись будет тогда играть теплом-холодом, и она станет богаче. Вы сознательно освещаете объекты разные температуры, температуры лампочками, тем самым начиная играть не только на тональных отношениях, но и на тепло-холодных. Они могут быть очень близки по тону либо вообще совпадать. Но за счет разности температуры, разности цвета, тепло-холодности, это может быть удивительно и выигрышно. Можно такие нежные писать работы только за счет разницы тепла и холода. Представляете, тон один, а цвет разный. Это очень могут быть мощные эксперименты. Спасибо, Ирина Викторовна, за вопрос. Друзья, вы там не забывайте свою работу делать. Делитесь с друзьями, если не подписаны, нажмите уже кнопочку вправо там на экране, буква «К» подписаться. Ну и лайки. Каждое видео требует лайков, тогда канал развивается, сказали. Ну там, знают, как развивать. Сегодня заключительный день акции. Минус 20% на 26-й, на 27-й уроки. Напоминаю, кто еще не воспользовался. Натюрморт с виноградом и натюрморт с коньяком. Акция продлится до сегодняшней ночи и немножко даже утро застанет. Так что, давайте наполним фужеры за любовь хорошим вином. С праздником! Удачи в живописи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok